Сражение, которое вы сейчас видите на экране, на поиски его точнее, ушло буквально в прямом смысле, без преувеличений, около 12 часов чистого времени. Дело в том, что я дал своему одному модератору, одному другу, точнее он сам предложил поискать для моего канала нечто эксклюзивное, бой, который, ну, чтобы он прям перевернул представление, перевернул вообще адекватность, то есть за все время существования канала, действительно моего канала, я никогда такого еще не показывал. На секундочку, сейчас я хочу показать вам статистику игрока, который сейчас будет играть. Вы не знаете, что он сейчас вытворит, вытворит он настоящую жесть, как будто вот левша пересел на аккаунт этого игрока и играл с его страницы. Но у него 885 ВН8, вся статистика просто красенючая, как у самого красного вареного рака. За 40 тысяч боев, я не называю этого игрока раком, я просто говорю, что у него плохая, очень плохая статистика. Но то, что он смог показать в этом бою, просто перевернуло меня с ног на голову, я реально не мог поверить, я реально в глаза на лоб вылезли. Вот просто, блин, какого черта это вообще случилось? Что он творит? Вот реально, как будто какой-то Эвил Грейни и левша приехали к нему домой и сели играть за его комп, потому что, ну это, блин, невозможно. Я никогда не видел ничего подобного даже у самых крутых статистов. Либо он включил какие-то читы, либо он заколдован просто, либо что-то подкручено. Но изначально, скажу вам честно, когда первый раз я посмотрел этот бой, человек действительно его искал огромное количество времени, потому что найти такое на просторах танкового ютуба, ну не ютуба, а сайта с реплеями точнее, очень-очень сложно. Нам это не прислали и действительно на поиски этого пришлось потратить очень много времени. Были отсмотрены тысячи боев этим человеком, действительно. На, ну если не тысячи, то, да, ну, боев 500 он точно промотал. И один из всей этой кучи, именно данный бой. Посмотрите до конца или же вы потеряете очень много. Я вас уверяю, будь у вас 20 тысяч боев, 30, 40 тысяч боев, вы еще ни разу подобного не видели. Собственно, давайте начинать ролик на секундочку. Возьму паузу, вот буквально на секундочку, чтобы кое-что интересное вам рассказать. И сразу продолжу. Только на вудбоксис.ру ты можешь получить кучу золота и премиум танк всего за 39 рублей. Пополняешь баланс, открываешь кейсы и гарантированно получаешь выигрыш на свой аккаунт в течение минуты. Каждый шестой кейс бесплатно. А еще на сайте ежедневно проходит халявный розыгрыш. Следи за выигрышами других игроков в лайв-ленте и убедись сам в честности сайта. Введи промокод Бомбилка, который находится в описании и получи плюс 15% на пополнение счета. Ссылка прямо под роликом. Итак, паузу взял. Новости вы узнали. Ну, так сказать, рекламку. И, собственно, давайте смотреть, что же дальше будет происходить на экране. Наш герой с абсолютно краснючей раковой, так скажем, статистикой. Роковой. Будет называть ее так, чтобы никого не обижать. Роковой статистикой. В городе остался тут вдвоем с ИСО. И смотрите, что происходит с его командой. В городе уже никого не осталось. Он тут в одиночку. Да и толпа вражеских танков с другой части на другом фланге очень как-то не дает мне и в том числе нашему герою. Я думаю, спокойствие. Выкатываемся от борта на ИСа 3 и даем ему на 213. Дело могло закончиться намного хуже, будь там кто-то другой. Потому что пробить КВ-4 при вот такой вот вылазке, ну, сложностей, скажем так, совсем не представляет. Впереди у нас Шкода. И сейчас со Шкодой нам придется поразговаривать. Проезжает дальше наш дружбан на КВ-4 и будем разбираться уже с этой самой Шкодой. Шкода за углом. Выкатываться нужно как можно аккуратнее. Мы пытаемся уже танковать бортом, но в данной ситуации скорее уже нужно ехать лоб в лоб. Потому что у Шкоды, ну, слабоватая пушка. Ну, выкатывайся как хочешь, она тебя не пробьет. Только вот если объедет сзади. И сейчас начинается беда нашего КВ-4. Шкода его крутит. Союзники сливаются один за одним. И веселье, собственно, все начинается. Шкода уже будет сейчас объезжать сланга и начнет щекотать наши батончики. А мы этой щекотки очень сильно хотели бы избежать. Ну, я надеюсь, наш КВ-4 желает этого всеми силами. Объезжаем непонятно как. Просто в карусельку играем за Шкодой. И я бы сказал, скорее это играем по правилам врага, чем по своим. Потому что пока Шкода тут каруселит нашего Мастодонта, противники уже вырезали всех. И посмотрите, что происходит. Вдвоем только что против 11. Сейчас против 10. И Суха, и КВ-4. Настоящая жестяночка. Слева у нас Шкода очень стрёмно подставляется, если честно. Видела, что КВ-4 смотрит где-то приблизительно в ее район. Он выезжала прям в неудобную позицию. То есть пробить ей КВ-4 в этой ситуации было крайне тяжело. Но, тем не менее, что есть, что есть. Дальше происходит еще интереснее. Мы теряем последнюю ИСуху. И остаемся в одиночестве. На секундочку. Против девяти. Девяти, Карл. Танков врага. И здесь выезжает Т-25 пополам. Конечно, он обнаглевший уже. Он еще и, может быть, видит статистику нашего парня. И думает такой. Да что за ракован. Сейчас я выйду. Да как батон ему по носую своей. И тут совсем не получается. Советский танк сейчас возьмет гуслей. Просто выкатится. Самым слабым. Самым странным способом. Вообще никак там не танкуя. И возьмет каким-то чудом. Расправится с Т-25 пополам. Но еще не совсем убегает Т-25. Главное сейчас не загуслиться опять. Потому что мы выезжаем прямо катком. И каким-то чудом ПТ-шка нам не насовывает. И начинается волшебство. Задница КВ-4 тоже умеет танковать. Правда, сейчас у нас всего 375 КП остается. Прям как АМХ 1375. Что-то в этом общее есть. Если вы поняли о чем я. И здесь выкатывается еще и А-44. Но здесь ничего не нужно говорить. Просто смотрите сами. А-44 выезжает прямо на нас. Ловим рикошета. 1375 спереди. Давай по А-44 в Бортяночку прописывай. Ой, как сочно заходит. А сейчас уже начинается настоящий дурдом какой-то. Противники плотно трутся к нам. Ох уж эти извращенцы. Пытаемся выживать. Я не знаю каким образом. И арта-то уже приехала. Настоящий наглёж получается. Но все планы каким-то образом рушатся. Такое чувство, что... Только что американцы произвели секретные ДНК-эксперименты над КВ-4. И он получил броню 999 миллиметров. И является супер танком-мутантом. Сейчас необычным советским КВ-4. Да, в некоторых ситуациях даже обычный КВ-4 без всяких экспериментов америкосовских может стать супер танком-мутантом. Вот это конкретно демонстрирует. Ничего страшного, что арта у нас в жопе уже практически-практически залезла. Ох уж, это извращенка коричневая. Мы просто стоим. Плевать, что на гусле. Накидываем дамаг. Так, ни одного КП нам никто не снимает. Сейчас добираем они. И да ничего делать не нужно. Противники ведут себя как боты. Логичный вопрос у меня и я думаю у вас. Как черта бери эти ОЛОЛО уничтожили всю нашу команду. И фактически выиграли. Почти затащили остался только один КВ-4, который совсем в их планы не входил. Но вот если до этого противники были, по-моему, на 100% уверены в своей победе, то сейчас вероятность с их стороны уже уменьшается. Потому что они видят, что что-то броня КВ-4 какая-то странная. Как ни стреляй, как ни крути, какашка случается. Какашка иногда случается, собственно. И, собственно, это тот самый случай, когда дерьмо случилось. Знаете, фраза из одного последнего фильма? Дерьмо иногда случается. Что поделаешь. Давайте проезжаем дальше. И дерьмо сейчас случается совсем не с КВ-4. В его жизни случился, наверное, переломный момент. После этого статистика явно начнет расти. Объезжаем вокруг захвата. И какой-то наглец пытается брать базу. Но от КВ-4 не уйти. Он уже включил скилл Халка. И, чтобы его выключить, я не знаю, что должно произойти. Метеорит должен долбануть по этой карте. 4,5 минуты до конца боя. Но почему-то мне кажется, что наш КВ-4 запиндосит их всех намного раньше. Толкаем трупик КВ-2. Непонятно вообще зачем. Ведь наша броня бесконечная. Зачем нам что-то придумывать? Развернулся бы задницей. Выехал. И тебя бы все равно никто не пробил. Сомневаюсь, что разум оставшихся противников очень сильно превосходит разум их коллег, которые уже обдолбались от нашего КВ-4. Здесь М4А3Е2 неожиданно прописывает нам все-таки с дамагом. Ну уж совсем бредово выкатывался КВ-4. Хоть и трупик толкал. Хрен знает вообще зачем он толкал этого КВ-2. Нужно было просто так вот бортом выпендриться. Да противник сам от тебя затаранится да разобьется. Что тут говорить. Не пробиваем, кстати, А3Е2 последним снарядом. Потому что, ну, не последним, а последним выстрелом на данный момент. Ну вы поняли, да? Потому что там 152 миллиметра во лбу. Очень неплохо, если я не ошибаюсь. По-моему, 152, если ошибся, поправьте. Ладно, мужики, пока финал боя, буквально на секундочку, мне кое-что нужно вам сказать. Очень-очень важное. Прямо сейчас на вашем экране появляются комментарии супер счастливчиков, победителей уникальной халявы от бомбилки. Эти парни получают себе премиум танки до 8 уровня, голду или премиум аккаунт. Вот они. А в этом видео вы также сможете себе отхватить премиум танки, голду или премиум аккаунт. Для того, чтобы принять участие в уникальной, эксклюзивной халяве. Просто подпишитесь на канал, поставьте этому ролику лукас, нажмите на колокольчинский. И оставьте позитивный комментоз с вашим игровым никосиком. Вот так вот. Ну, самое важное условие, самое главное. Просто спустите сейчас под этот ролик и прожмите лукас. Просто этот палец вверх. Это очень и очень важно. Да, именно лайк, именно палец вверх. Сделали? Жду. Ну, давайте поскорее. Ну, все. Я вижу, я вижу. Молодцы. Просто вы лучше. Давайте смотреть, что дальше. Объезжает нас Артабиберский. И давайте Артабиберскому мы засунем. Засунули. А здесь приезжает и 1375. Но хп у нас совсем уже не как у него. 27. Но он каким-то дуром таранится об нас. Не стреляет вообще. Затем берет, разворачивает орудия. И просто начинает уезжать. У меня вопрос. Подставной ли это бой? По всей видимости, все-таки нет. Это действительно было в рандоме. Вот так вот. Иногда World of Tanks просто сводят нас с ума. И это одна из этих ситуаций. С вами был ваш Бомбилка. Такого, я уверяю, вы больше никогда не увидите. Пока-пока, мужики. Ну, по крайней мере, в следующих наших видосах, может, что-то подобное будет. Если много лайков наберем. Все. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.